Профессиональный дайвер-инструктор Юрий Батаев еще несколько лет назад обнаружил на Тнеднепра остатки Кичковского моста, который в начале 20 века считался одним из самых больших в Европе. Его находкой заинтересовался педагог и такой же энтузиаст Артем Бородин. Он предложил, говорит, что тут помимо моста еще затоплено целое селение. Нет ли желания поискать? Разговорились и вот с этого момента начались поиски колонии Инлаги. Были найдены южная окраина села, там остатки усадьбы Исаака Лейна, такая достаточно богатая была усадьба во время Днепростроя. В 2012 году началась экспедиция по поиску затопленного во время Днепростроя селения минонитов Инлаги. Так немцы называли Старый Кичкас. До нашего времени сохранились фотографии старого кладбища. На фоне традиционных надгробных плит из тел выделяется скульптура ангела из белого мрамора. Именно поэтому экспедиция Юрия Батаева получила название «В поисках ангела». Но мужчины утверждают, это лишь условность. Задача поисков заключается в другом. Основная цель понять границы поселка, все-таки это наша история города Запорожье, понять где что расположено. Это в свою очередь даст возможность более точно на схемах и картах привязать территорию, что в дальнейшем даст более точные показания, где что находилось, если мы найдем еще какие-то остатки следов этой колонии под водой. Юрий Батаев уже совершил три выхода в море. Вооружившись профессиональным снаряжением, он спускается на глубину 6-10 метров. Одно погружение может длиться до полутора часов. Все увиденное мужчина снимает на специальную камеру. Видеоматериалы с подробными комментариями он выкладывает на свой ютуб-канал. Вот мы видим, тут хорошо видно, что квадрат не такой правильной формы и углы у него, скажем так, сделаны художественно, как так можно выразиться. Частично там, на мой взгляд, фрагмент, который указывает о том, что мы находимся на территории кладбища найден, только он прилично заилен. Сегодня задача стоит попытаться расчистить и посмотреть, есть ли какие-то более доказательные моменты того, что мы находимся на территории кладбища. Во время последнего погружения предположения дайвера подтвердились. Очистив часть постамента, Юрий обнаружил надпись на немецком языке, которая в переводе означает примерно следующее. «Тот, кто любит меня, не станет печалиться. Он обратит свой взор к Богу и вновь найдет меня». Главная цель определить территорию кладбища Минонита в поселке Айнлаге достигнута. Как будут развиваться дальнейшие поиски, пока неизвестно. Кто знает, какие еще тайны скрываются в глубинах Днепра. Мария Маракелян, Сергей Чалый, ТВ5.